здравствуйте друзья здесь димитков юрий сегодня у меня не такое оптимистическое видео как обычно вот но правда жизни иногда берет свое в жизни есть не только светлые стороны но и темные дело в том что возникают ситуации очень часто у многих людей подобные тем которые я сейчас опишу опишу и поэтому я решил что ну какие-то общие рекомендации они годятся для всех и я хочу их озвучить и так в чем дело смотрите недавно совсем я получил письмо добрый вечер юрий алексеевич подскажите пожалуйста умоляю вас связалась с компанией да кси ома это я не хочу скрывать это не реклама вложила все деньги около миллиона рублей потом мы не открыли мне открыли сделку по тесла она сильно просела поставили замок сказал трейдер что нужно пополнить баланс я взяла две кредитные карты кредит он открыл мне евро а евро рубль сделку и она тоже просела теперь еще просит надо внести чтобы открыть замок стоит ли терять все либо можно попробовать внести еще просто боюсь остаться с кучей кредитов либо действительно такая ситуация возможно посоветуйте пожалуйста что-нибудь screen прилагаю спасибо заранее достаточно типичная ситуация следующее письмо получил буквально вчера причем тоже женщина пишет на сразу несколько адресов моих здравствуйте юрий я новичок влезла в торги на сайте кей он капитал началось с 10 тысяч потом 100 тысяч потом 150 тысяч потом заблокировали не пойму почему требуют страховку наскребла половину вторую половину брокер вложил так он сказал прислали письмо что с двух разных карт нельзя ну это где-то действительно так вот нужно доплатить денег уже нет влезла в кредиты по самое не могу это международные торги форекс вот брокера зовут александра гордеев она путает это не брокер это менеджер который работает в компании и что-то мне напоминает эта фамилия честно говоря не знаю что и думать я уже стала отказываться совсем от денег чтоб совсем не засосала болото а он говорит что вырастет пеня и и потом заинтересуются нужные службы органы и станет я так что мне придется еще и доплачивать орфографию сохраняю наверное штраф пожалуйста не оставляйте мое письмо без внимания если там можно что-то поправить то помогите и если можно то может вы станете моим брокером слышала что такое возможно умоляю не отказывайте помогите выбраться из этой яме я всего лишь хотела подзаработать и перекрыть кредиты а в итоге набрала в два раза больше типичная ситуация брокер говорил что покупал bitcoin пожалуйста да и следующее письмо от нее же юрий помогите подскажите что мне делать оттуда брокер пугает что заблокированный счет обложат налогами там набежит большая пеня если не застрахую счет мне уже просто негде взять деньги он вогнал меня в кредиты на счете 6 тысяч двести пятьдесят два доллара это все что я видела как можно вырулить в этой ситуации без страховки я вам сегодня ночью описала ситуацию меня безвыходное положение как с вами связаться пожалуйста не игнорируйте меня я готова отдать вам свой счет лишь бы там не бежали проценты а этому недобросовестно у брокера я больше не доверяю ну недобросовестному брокеру очевидно я думаю что она с телефона писала как он меня чайника так быстро обработать к а как он мог меня чайника так быстро обработать я даже ничего толком не поняла я бы в жизни не влезла в это дело пожалуйста помогите еще один момент сегодня мне звонил мужчина из анапы вот и так аккуратненько спрашивает говорит юрий а вот вы предлагаете свою биржу для чайника в чем она заключается что вы там советуете я говорю ну вот курс да он говорит а вы там советуете взять кредит и вложиться сказать побольше сумму чтобы побольше заработать я такой ни в коем случае говорю что ребята никакого кредита брать не надо потому что это неправильно говорю я ему он такой фух ну слава богу хоть кто-то мне советует не брать кредит я говорю ну вы что сказать надо с минимальной суммы начинать потом значит в курсе я объясняю что надо начинать именно с облигаций вот и потому что на облигациях потерять просто невозможно то есть теоретически невозможно потерять на облигациях но если это не корпоративные облигации федерального займа я об этом ну рассказываю и в начале курса как раз я именно на офз предлагаю ну пытаться выставить заявки для того чтобы не ошибиться вот а то все наперебой говорят что возьми кредит вот вот две типичные ситуации это крик души ребята вот и но у меня люди спрашивают это мошенники или нет мне регулярно пишут вот такая-то фирма это мошенники или нет такая-то фирма это мошенники или нет вот недавно кто-то в комментарии на ю тубе спрашивает макси ну у меня как бы я влетел на брокера макси маркетс это форекс тоже никому не советую вот они про форекс трейд но это одно и то же потому что макси трейд вот макси трейд это торговая платформа у них а макси маркетс это форекс дилер вот и у меня спрашивают мошенники они или нет и вот сейчас я хочу именно об этом и поговорить мошенники они или нет смотрите и почему их не закроют до сих пор вы напишите пожалуйста как вы считаете они мошенники или нет а я вам описываю ситуацию так как она есть дело в том что рынок форекс он существует и там действительно оборачивается огромные деньги и вы знаете что самое интересное что там действительно можно заработать и когда вам звонит кто-то вот представитель менеджер этого вот этой компании такой и он говорит вы интересовались там дополнительным доходом вы хотите получить дополнительные деньги ну конечно кто же не хочет получить дополнительные деньги вы знаете что можно получать до 30 процентов в месяц это действительно так там действительно можно получить до 30 процентов в месяц но при определенных условиях это как монетка понимаете вот если монетку кинул смотрите если выпадает орел то например у меня счет удваивается ну или 30 процентов прибавляется понимаете а если решка то счет обнуляется обнуляется можно на этом заработать 30 процентов да можно да можно а потом что а потом ну как бы надо еще кидать монетку и то же самое если орел то 3 плюс 30 процентов а если решка то счет обнуляется и так далее ну это я грубо говорю на самом деле я думаю что я эту мысль разовью в ближайшее время а сейчас я хочу вернуться вот к тому слайду который есть но значит здесь женщина в первом письме писала про теслу и потом ей посоветовали вложиться вот она сняла скриншот смотрите что это за скриншот честно говоря я вот не совсем понимаю смотрите я недавно разговаривал с одним человеком который тоже занимается форексом но вроде как у него все нормально но он говорит что если форекс дилер предлагает зарегистрироваться на их платформе на своей собственной разработанной платформе то там никто ничего не гарантирует я не могу однозначно утверждать что это мошенники например да но там никто не гарантирует что сигналы поступают оттуда откуда надо и вот он сказал этот парень говорит а если мета трейдер четвертый то там невозможно сигналы как-то подкрутить если это не так напишите пожалуйста как вы считаете вот дело в том что рынок форекс он международный и там есть очень крупные игроки которые предоставляют доступ к рынку форекс там он более либеральные как бы для подключения поэтому туда могут подключиться как нормальные дилеры так и не очень вот и самое печальное что там есть это плечи плечи которые это кредит который дает брокер там или дилер клиенту в размере 1 к 1000 или 1 к 100 вот или 1 к 10 там или 1 к 50 1 к 200 вот это плечи вот и самое печальное что и именно вот плечи как раз и позволяют зарабатывать бешеные деньги и именно плечи позволяют тут же их продуть вот ну возвращаемся вот к данному кадру и смотрим что у нас здесь есть посмотрите ну во первых вот здесь вот в углу стоит да ксиома то есть с большой вероятностью это не мета трейдер хочу хотя очень похож на мета трейдер вот но это скорее всего платформа то есть с большой вероятностью это подсоединено к внешней платформе к их платформе теперь дальше ну здесь котировки это нас не интересует нас интересует график здесь две вкладки евро рубль и тесла тесла к сожалению не активно поэтому я не могу посмотреть но вот здесь вот есть торговля символ тесла посмотрите тесла продано 0,3 лота это очень много 0,1 лота я просто не знаю там какое плечо и так далее но посмотрите 25 0,9 25 0,9 вот эти лоты проданы селл в шорт и понятно что здесь не стоят никакие тейк профиты никакие стоп лимиты то есть никаких стопов нет то есть нет ограничения на убытки куда пойдет туда пойдет но в шорт продано теперь дальше значит смотрите 0,3 и 0,1 всего 0,4 лота дальше 15 10 куплены 0,4 лота 0,4 лота куплены соответственно ну я вижу что это замок так называем вот как она пишет это и есть замок это ограничение убытков на убытки уже есть и убытки в данном случае посмотрите какие минус а минус 11 тысяч 940 долларов минус 3741 доллар то есть минус где-то 15 15 тысяч долларов средств всего напомню 10 тысяч долларов вот здесь прибыль по этому по баю 900 долларов и пытались отыграться типа значит зачем-то открыт при открытых уже при открытых позициях а 10 числа 9 и 10 5 числа открывают 003 лота и 006 лота почему 003 006 потому что уже денег нет вот денег нет но они открывают новые новые позиции новые сделки открывают по евро рублю вот они где открывают сначала открывают сейчас скажу сначала какая сделка идет номер 576 вот она вот они покупают и стоит еще одна сделка покупки 110 по 006 лота в два раза больше вот здесь еще докупают то есть ну для того чтобы докупить очевидно ну а в принципе она писала потом что ошиблась не в ту сторону открыла сделку не знаю короче говоря она усугубила еще вот смотрите что здесь дальше средства 9600 34 доллара прибыль минус 19293 фактически доллара свободно 64 доллара в залоге 9569 75 уровень 100 целых 68 сотых ну я вам могу сказать что такого в принципе не может быть если уровень достигает 100 то есть если убыток превышает средства на счете то возникает ситуация margin call все закрывается счет обнуляется полностью вот поэтому как это не печально судя по всему это это кухня об этом говорит платформа об этом говорит вот это вот 168 такого не бывает вот и я открыл у себя свой вот он для того чтобы посмотреть на теслу у меня есть мы это трейдер вот это макси маркет который я никому не советую никому не советую там вообще жесть вот ну меня они заманили это во первых во вторых для того чтобы не быть голословным но я открыл потому что если я снимаю о чем-то то я должен говорить не голословно ребята никому не советую максимаркет это ну если и не мошенники то по крайней мере очень близко вот посмотрите я посмотрел 25 сентября это вот здесь вот где-то открыли сделку на вниз шорт на теслу ну в принципе разумно потому что тесла то еще компания она банкрот фактически но тесла вдруг начала расти никаких стопов не стояла даже вот здесь никаких стопов не стояла и 10 октября насколько я помню 15 октября 15 октября давайте посмотрим когда это смотрим сейчас 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 time 10 17 вот здесь уже вот где-то здесь открыта уже встречная заявка для того чтобы ограничить убытки и тесла пошла полезла вперед ну то есть ну по крайней мере сделка встречная сказать бай и бай пошел вверх значит там ну соответственно уже прибыль вернее убытки ограничивается по крайней мере потому что если все закрыть одновременно то убытки уже не увеличится вот зачем открывали евро ну я вам скажу зачем в следующем письме женщина написала что потом менеджер сказал что он в ближайшее время уезжает в отпуск и поэтому сделок не будет пока вот но требует деньги он он в отпуск уезжает на ее деньги ребята а может быть вообще исчезает вот страшная ситуация и вот в чем дело вот в чем проблема почему их не закрывают форекс рынок существует он есть это первое второе они говорят можно заработать 30 процентов за месяц это к сожалению правда можно заработать 30 процентов в месяц они умалчивают только одно что есть риск и риск этот огромный и если не ставить стопы то вот оно все вы видели минус 19000 долларов долларов ребята вот посмотрите на вот ситуация такая посмотрите сейчас 243 доллара здесь двести двадцать пять долларов делю делю плечо скорее всего будет один к тысяче скорее всего так 243 делю на 225 ну грубо 8 8 процентов 8 процентов разница между вот двумя этими уровни уровнями умножаем на тысячу если плечо к тысяче то это получается сколько 8 умножить на тысячу 8 тысяч процентов 8 кратное увеличение в данном случае убытков понимаете да убытков то есть вы вложили 0 4 лота там с плечом соответственно там заблокировано что то и получается что вот убытки 8 раз больше чем вы вложили вы могли заработать в 8 раз больше чем вложили помните монетка да вот такие истории кто они мошенники или нет я напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу вот но что можно посоветовать во первых смотрите если вы попали в такую ситуацию напишите пожалуйста в комментариях страна должна знать своих героев какая фирма и кто менеджер давайте составим черный список этих компаний это первое второе не попадайтесь на удочку ну чтобы и другие не попадались на удочку поделитесь этим видео с своими знакомыми если кто-то из них хочет заработать побольше денег вот такие ситуации то есть у людей вообще крик души вот что по поводу второй женщины которая писала она сказала что она обратилась не выдержала пошла в полицию в полицию выслушали как то очень благосклонно отнеслись что для меня странно обычно они не так любезны в полиции вот и они сказали что такого счета не существует боюсь что они в этом некомпетентны вот и что это лохотрон однозначно я и посоветовал взять у полиции ну по крайней мере справку о возбуждении уголовного дела и о том что вот это вот мошенники то есть как то надо доказать что они мошенники с этой справкой надо ну с юристом вместе там очень аккуратно надо работать вот вместе с юристом составить заявление в банк с ваш банк из которого вы платили деньги есть такая процедура charge back и если вы быстро обратитесь то в течение месяца есть возможность банки об этом умалчивают они очень не хотят этого делать но есть возможность того что банк отменит операцию по перечислению денег форекс дилеру и банк потребует эти деньги назад с той компании куда переводились деньги банки крайне неохотно на это идут потому что в начале когда банк делает эту процедуру он выплачивает деньги из своих денег а дальше уже требует с той компании та компания не всегда может заплатить но у банка больше шансов содрать эти деньги с той компании чем у вас то есть процедура charge back она работает вот должна работать по крайней мере я честно говоря в этом опыта не имею поэтому я советую людям которые ко мне обращаются с подобными просьбами я советую людям попробовать это сделать и я читал очень много есть компаний которые занимаются вот этой процедурой charge back я зашел заходил там на сайт и смотрел в принципе очень похоже на правду что это возможно что они готовят такие документы да не бесплатно то есть если вы туда вложили сто двести долларов то в общем шансов никаких вот ну когда десять тысяч долларов тут уже суммы большие там лучше заплатить юристам чем этим негодяям вот будем называть вещи своими именами итак друзья мои напишите пожалуйста список фирм которые есть вот в данном случае уже две компании три уже есть значит таксиома ну здесь мне кажется явные вот коин какая там была я напишу в описании к видео коин маркет что ли ну там явные тоже потому что биткоин и так далее вот список еще я могу дополнить максимаркетсом которые я не рекомендую никому вот а что я рекомендую я рекомендую смотреть список брокеров которыми можно работать на сайте мосбиржи и они имеют лицензии да вы заплатите налоги с дохода но там плечо не больше чем один к десяти да там есть вероятность потери денег но надо очень постараться для того чтобы их потерять это на фондовом рынке на московской бирже очень очень сильно надо постараться потому что во первых плечо маленькое один к десяти не один к тысяче в сто раз ниже плечо то есть соответственно у вас есть в сто раз больше диапазон во первых во вторых ситуация маржин колл наступает когда пятьдесят процентов вы ухитрились все таки потерять пятьдесят процентов по открытой позиции пятьдесят процентов от вашего депозита здесь вы видите сто процентов но здесь даже с лишним сто процентов такого не бывает это значит что они сами готовы доплатить ребята они не готовы платить вообще ничего как правило эти ребята сразу снимают деньги вот и это первое а второе ну я рекомендую не соваться сразу с большими деньгами не гонитесь я вам точно могу сказать что заработать на форексе ну вряд ли у вас удастся вы не самые хитрые девяносто девять процентов там сливают в течение там ну буквально недели все абсолютно деньги вот быстрых заработков не будет на московской бирже не будет быстрых заработков если сейчас ставка по депозитам падает там шесть пять уже процентов да вот меня тиньков прислал что все с первого ноября пять процентов по карте пять процентов шесть процентов попробуйте годовых попробуйте обогнать эту ставку на фондовом рынке это очень легко это о фазе пожалуйста я об этом рассказываю есть более доходные инструменты вот я рассказываю про ноту например до 20 процентов годовых ежемесячно мои последние виде ежемесячно как бы условное начисление купона но 20 процентов годовых 20 процентов годовых не в месяц и там есть риск про который я рассказываю друзья мои вот и чем больше процент доходности тем больше риск это закон по-другому не бывает если у вас 30 процентов в месяц есть вероятность заработать то это значит что у вас есть вероятность слить все сто процентов я вам это точно заявляю как опытный человек я на этом очень много потерял грубо говоря поэтому вот и на курсе биржа для чайников я как раз рассказываю о том как не потерять я на этом акцентирую где есть возможность ошибиться где нет возможности ошибиться вот ну например я рекомендую с минимальных сумм и на офз потому что самая частая ошибка и вот женщина которая вторая писала значит а вернее первая евро она говорит я ошиблась не в ту сторону открыла сделку вот наиболее часто встречающая ситуация когда вместо того чтобы купить человек просто ну в нервный стресс вместо того чтобы там продать например пишет еще купить то есть усугубить вот этого сделать невозможно на офз например то есть потому что этот инструмент недоступен для сделки шорт все то есть понимаете то есть даже если вы ошибетесь на облигациях вы никогда ничего не потеряете на офз по крайней мере на корпоративных можно потому что есть люди которые гонятся за доходностью они могут там найти доходность 60 процентов годовых там да но это почти наверняка дефолтные облигации и я об этом тоже рассказываю на бирже для чайников что не надо такие облигации брать максимальная доходность которую я брал это 26 процентов годовых вот и у меня была облигация не облигация да облигация была банка связной она давала 18 или 20 процентов годовых я ее купил почему потому что у меня был вклад в банке связной очень хороший банк был такой я купил облигацию почему потому что по доходности там я на минимальную сумму купил там тысячи рублей и по доходности вот этой облигации я смотрел просто на состояние банка это лучший индикатор и доходность этой облигации начала повышаться там 30 процентов потом 40 процентов годовых и у меня срок уже подходит а тут 40 процентов годовых доходность по облигации и там уже месяцы я говорю слушайте ну все так сказать надо счет закрывать ну короче говоря 60 процентов годовых было максимально когда она закрылась я ее продал и соответственно я закрыл свой счет там все было хорошо но это был в общем индикатор ну вы знаете что банк связной потом закрылся причем он закрылся достаточно честно и хорошо потому что они просто объявили что закрывается потому что ну они объявили себя банкротами вот но деньги я свои вернул поэтому друзья мои для того чтобы начать работать пожалуйста курс биржа для чайников пройдите ну вот честно скажу смотрите он стоит всего там пять там тысяч семь с половиной тысяч это не десять тысяч долларов вот люди платят по десять тысяч долларов за то чтобы научиться как не надо вкладывать ну заплатите вы небольшие деньги вы будете знать все о том какие чаще всего встречаются ошибки и чего не надо делать ну а сейчас все пожалуйста не влезайте в рынок фор форекс сначала учитесь ну а потом уже начинайте работать я надеюсь что это видео будет полезно спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий до встречи